Инициативное бюджетирование – действенная форма поддержки идей, направленных на улучшение качества жизни. В Старомосколе в авангарде проекта «Решаем вместе» инициативные местные жители и депутаты. Продолжит тему Евгения Ташманова. Во дворах микрорайона Альминского кипит работа. Здесь благоустраивают территорию в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». Идея строительства многофункциональных площадок для детей и подростков принадлежит местным ребятам, продвигавшим ее уже несколько лет. При поддержке депутатов сделать это стало гораздо проще. Народные избранники не только поддержали инициативных жителей, но и находятся на постоянной связи, следят за ходом строительства. Только при диалоге, при контроле, при участии всех сторон получается нормальный и правильный продукт. Очень здорово и примечательно, что инициаторами обустройства этой территории выступили молодые люди, жители, учащиеся 24-й школы. Когда это идет от людей, проживающих на территории, они по-другому к этому относятся. Они более бережливо относятся. Они участвуют в каждой мелочи, то, что даже могут просмотреть специалисты. Поэтому я считаю это здорово и здорово, что в нашем регионе, в нашей области существует такой проект. Стоимость работ превысила 21 миллион рублей. Жители сразу нескольких многоквартирных домов, а это более 2000 староскольцев, смогут почувствовать перемены в комфортной среде. Конечно, были уверены, что инициатива будет поддержана, потому что несколько, да, по-моему, всю неделю мы ходили по микрорайону, собирали эти подписи. У нас этот проект в рамках платформы проектных идей выиграл в рамках институтского мероприятия, а затем мы уже подали этот проект на городской уровень. Завершить работу строители должны к 30 июля. Так что уже этим летом ребята смогут опробовать новое игровое оборудование. Мы здесь построим еще одну дополнительную парковочку. Будет выполнен ремонт пешеходных связей, которые на сегодняшний день были в асфальтобетонном покрытии. И выполним ремонт входных групп, которые тоже уже пришли в негодность. Также будет выполнено обустройство детских игровых площадок, воркаута, спортивной площадки. Будут установлены скамьи, урны и наружное освещение. Понятное дело, что центральная часть будет также завязана пешеходными связями. То есть все детские площадки будут с подходами. Обязательно предусмотрим подходы для маломобильной группы населения. То есть это обустройство пандусов. Ну и обязательно игровое оборудование. Вообще к теме инициативного бюджетирования многие вначале относились скептически. Но те, кто уверен, что под лежачий камень вода не течет, уже смогли на практике увидеть результаты. Живой пример в районе ИЖС Сосинки. Те, кто думают, что это игрушки, пускай и дальше сидят спокойно. А у нас это уже третий проект. И общая сумма того, что за три года было вложено в район, превышает 38 миллионов рублей. На мой взгляд, это шикарная возможность. Я знаю, что в других регионах таких проектов нет. Несмотря на всю сложность ситуации, ну и губернатор, и местные власти стараются выполнить взятые на себя какие-то социальные обязательства. Вот этот проект не стал исключением. Олимпийский экстрим Сосинки. Четыре вида спорта, которые можно здесь развивать, являются олимпийскими. Самокатинг, скетинг, экстремальное катание на роликах, велосипедах сейчас на пике популярности. И ребят, которые хотели бы заниматься на новой площадке, здесь хоть отбавляй. Совсем скоро они начнут оттачивать навыки в новой локации с современным оснащением. Не за горами и новый сбор инициативных заявок. Из 28 проектов 15 проектов ушли на региональный уровень в межведомственную комиссию. Из них 8 были приняты. И из 8 – 3 чисто депутатские проекта. То есть это те проекты, которые инициировали депутаты совместно с жителями округа. Мы все уже начинаем готовиться на 2025 год. И в августе месяце уже нужно будет подавать заявки. Я думаю, что наши депутаты также в этом году будут активны. У нас есть такие точки, которые прямо вот требуют улучшения на территории округа. И я думаю, что совместно инициативные жители и депутаты мы обязательно будем дальше продвигать проекты. И будем подавать для того, чтобы выиграть на региональном уровне и получить финансирование. Особенность участия в губернаторском проекте «Решаем вместе» в том, что помимо инициативы здесь приветствуется партнерство. К примеру, в Старом Москве все представленные проекты, как правило, подразумевают софинансирование. Жители готовы помочь своими руками, а депутаты нередко денежными вложениями. Сделать проекты качественными уже на этапе инициирования помогает муниципальная и исполнительная власть. Если у вас есть идеи, как сделать свой двор, свою улицу, свой город уютнее и комфортнее, обращайтесь к народным избранникам, чтобы вместе, единой командой, включиться в процесс и реальными делами улучшить качество жизни на территории. Евгения Ташманова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал.